Всем доброе утро. Скажите, пожалуйста, хорошо ли меня видно и слышно? Поставьте плюсики. Ой, супер, замечательно. Всем еще раз доброе утро. Сегодня у нас так называемая версия номер три нашего обучающего проекта. Мы отправляемся с вами в мальдивский вояж. Итак, хотела бы немного напомнить. Меня зовут Цыганова Ольга. Я являюсь руководителем направления Мальдивы в компании ВПАГРУВ. И хотела бы напомнить по поводу нашей прекрасной акции. Наша акция называется «Мальдивская сказка». Она запускается с 1 сентября и закончится она 28 февраля. Мы будем отслеживать то, как вы продаете Мальдивы. Мы будем смотреть за рейтингом продаж конкретно по мальдивским островам. Будем подводить итоги каждый месяц. И по окончании нашей прекрасной акции мы получим топ-10 агентств, которые продавали мальдивские острова больше всех. И по итогам мы с вами выявим победители. И эти 10 победителей поедут в бесплатный рекламный тур на Мальдивские острова. Рекламный тур будет в течение следующего года. Мы однозначно расскажем, какие это будут даты, какие мы с вами отели будем смотреть. Поэтому я всем очень настоятельно рекомендую присоединиться к нашей акции и с 1 сентября активно продавать наши прекрасные и солнечные Мальдивы. Для того, чтобы мы с вами продавали мальдивы, нам с вами необходимо изучить отели. Отелей на Мальдивах очень много. Какие-то отели мы знаем лучше, какие-то отели мы продолжаем изучать. Так вот, сегодня у нас в течение этой недели у нас будет много прекрасных отелей. Вы можете увидеть наше расписание. Отели все очень разные. То есть есть более экономичные отели для туристов, у которых меньше бюджет. Есть отели хорошие пятерки, есть отели класса люкс. Пожалуйста, всем рекомендую внимательно все слушать, задавать вопросы нашим спикерам и изучать эти отели. И свое знание уже непосредственно вы можете применить в продажах и участвовать в нашей прекрасной акции. Ну, сегодня хотела бы представить у нас сегодня в гостях представитель прекрасного отеля на Мальдивах Фермонт. У нас Валерия Алексеева расскажет сегодня о своем прекрасном отеле, и вы можете задать все интересующие вопросы. Валерия, передаю слово. Коллеги, всем добрый день. Еще раз разрешите мне представиться. Валерия Алексеева. Я являюсь директором компании Pied Communications и представляю на российском рынке отель Фермонт Мальдивы Серафин Пуша. Сегодня мы отправимся именно туда, в самые настоящие океанические Мальдивы. Сейчас я вам расскажу, почему. Вы, наверное, на самом деле уже сталкивались с отелем Фермонт. Можно я вас попрошу представить плюсики, кто сталкивался, у кого что-то было и у кого были какие-то вопросы, возникающие с этим отелем или, скажем, сомнения. Вот, скорее так, ваши сомнения. И сегодня в течение вебинара мы ваши сомнения будем развеивать. Сделаем так. Так вот, прекрасный отель-резорт Фермонт расположился на севере, на северном атоле. Этот атолл называется Шевияне. Скажем так, до сместного языка отхивехи остров Серафин Пуша переводится как тайный остров на воде. И вообще, как гласит легенда, до этого острова добирались только опытные мореплаватели. Ну, это, скажем, до последнего времени, да, сейчас туда уже летают гидросамолеты. Собственно, на гидросамолете полет до нашего прекрасного отеля займет где-то час, максимум полтора часа, в зависимости от загрузки компании, которая осуществляет перевозку между островами. То есть, это вот тема трансмальдивен. Вот, поэтому нужно обязательно готовить туристов к тому, что им предстоит увлекательное, но достаточно длительное путешествие над атоллами, над невероятно красивыми островами, отелями, пустынными и так далее. Поэтому, в общем-то, будучи к этому готовым, да, это может доставить очень большое удовольствие гостям и не вызвать какого-то недовольства. Вот. Но сейчас, естественно, вот эти вот полтора часа, о которых я говорю, это история, когда самолет делает остановку, чтобы высадить гостей на других отелях. Мы очень надеемся, что нам окончательно удастся решить этот вопрос буквально к сезону, плюс-минус. В общем, мы знаем об этом и работаем. Очень скоро, я надеюсь, что добираться до нас нужно будет в течение часа без дополнительных остановок. Просто просмотрев увлекательную картинку за окном, приземлиться уже фейерманник. Вот. Про... Не буду рассказывать, на самом деле, про перелеты на внутренних авиалиниях, потому что клиенты фейерманника, в общем-то, как-то никогда не попадали. Все авиарейсы прилетают в то время, когда гидросамолеты еще летают, да, потому что гидросамолеты у нас летают только в светлое время суток. Вот. Поэтому не будем рассказывать, но... Ну, тоже, для информации, приближающий к нам отель, это отель JW. Он находится тоже вот в отеле Ширьяни. Совершили мы с вами вот эти путешествия в полтора часа, кипа в час, да, давайте поясним час, в течение часа до острова. Должна, как выглядит, остров с высоты птичьего полета. Кто-то говорит, похож на рыбку. Ну, да, наверное, похож. Где водная вилла, это уже, да, тот самый хвостик. Длина острова полтора километра на шестьсот метров. Остров абсолютно натуральный, ненасыпной. Поэтому у нас остров еще и зеленый, со своей флорой пауны. И вокруг его кипит, на самом деле, океаническая жизнь. Это невероятная красота. На острове всего 120 вилл, у каждой виллы свой бассейн. Три ресторана с великолепными поварами, шеф-поварами, которые работают над кухней, а также могут приготовить под запрос гостей все, что угодно. Ну, то есть, если гостям захотелось окрошки, то они будут, знаете, сделать эту окрошку из местных продуктов. Это правда окрошка. Вот. У нас самый длинный инфинити-пул на Мальдивах. 200 метров. Все спрашивают, можно ли проплыть его от начала до самого конца. Нет. У нас бассейн — это полноценный член семьи острова. На самом деле, такой очень живой. Там, где у нас сторона лагуны... Так, я сейчас в указку возьму. Сторона лагуны, вот он, бассейн, который отделит остров пополам. Вот тут у нас ездят баги. То есть он тут делен. А вот здесь это уже прям инфинити-пул. Вот здесь самое глубокое место. Дальше уже начинаются менее глубокие, потому что вот детские клубы и с детками тоже там иногда купаются, плечутся. Им тоже нужно свое место. А здесь уже зона спа, которая заканчивается площадкой для утренних занятий йогой. И каждое утро, вот в 7 утра мы проводим йогу для всех клиентов, желающих присоединиться, как раз на стороне восхода солнца. В общем, это такое очень атмосферное место. У него меняется динамика, потому что здесь будет играть музыка. Диджей в течение дня играет около бассейна, потому что там находится онлайн-бар. А потом превращается в такое место релакса, тишины, пения птиц. Поэтому бассейн, да, он уникальный, но проплыть 200 метров не получится. У нас также есть королариум, это подводный музей. Ну, я прям вам сейчас такие основные главные пункты накидываю, связанные с... Ну, в общем, это основные фишки отеля, которые вы сможете... О, вот у клиента вот есть запрос на виллу, чтобы у них был свой бассейн. Или там они погружаются, и можно положить этот трип. Вот, поэтому королариум. Собственно, это первый музей на Мальдивах. Это проект Джейсона Декайрена. Это английский, по-моему, дизайнер. Джейсон Декайрена совместно с нашим морским биологом Самуэлем Диксоном. Они, собственно, посадили там кораллы, всякие стучки. В общем, они посадили там коралловый сад, плюс там стояли очень красивые фигуры, и это было очень символично людей, которые открывали, собственно, этот отель. Но по законам ислама лики людей используют нельзя. Вот, ну, в скульптурах там, где... Вот, и приехала полиция, и все забрала. Поэтому мы остались без фигур, но... Там построены теперь очень красивые колонны белых керамических звезд. Туда уже приплыли всякие разные красивые рыбки цветные, которые уже облюбовали себе вот эти кораллы как место обитания. В общем, там зарождается всякая нужная жизнь. И очень скоро эти кораллы смогут перебраться на рифы, потому что, ну, как многие знают, да, рифы... Многие на Мальдивах пострадали. И если то, что более глубоко находятся там, жизнь все еще такая же яркая и насыщенная, как она была раньше везде, то рифы береговые, вот, да, которые находятся близко, они многие пострадали. И наша задача теперь вот в природе – помочь восстановить это все. Тем более, что у нас живут там свои черепахи, которые никуда не уплывают с островом, и их бережем, очень любим, и максимально стараемся создать комфортные для них условия. Они, кстати, очень дружелюбные, их не нужно и нельзя трогать, но они с удовольствием приветствуют всех наших гостей, их устраивают для каждого незабываемое шоу. У нас даже появилась шутка, что если у тебя карма чистая, хорошая, если ты ничего плохого не сделала, то обязательно встречаешь черепаху. А если ты был вредной редиской, то никакой черепахи ты не увидишь. Вот. Я была два раза, и оба раза я видела черепаху. Это, конечно, восторг неописуемый. Типа вроде взрослый, взрослый человек, а эмоции просто детские, они вырываются наружу. Ты просишь ребят из Дайв-центра поделиться с тобой срочно фотографиями, потому что тебе нужно выложить это в Инстаграм, как ты был вот рядом с этим созданием, которому больше сотни, 200 лет. Это действительно дорого стоит каждый раз. Ну, а после того, как сплавали в короларе, поплавали с черепаками, можно вернуться и все это дело выразить в виде искусства. У нас есть своя арт-студия, куда можно прийти и потворить руками, прессовать, что-то вылепить, научиться плести, там что-то из пальмовых листьев, делать из ракушек и так далее, и так далее, и так далее. Детям понятно, что занятия постоянно. Вообще у нас есть замечательный recreation manager. Вообще, то, что я сейчас буду рассказывать, Fairmont, Fairmont, это не история про отель и такой модненький, не знаю, детский клуб, там модненький ресторан и так далее. Нет, это еще и про людей, которые появились в отеле не так давно, но они делают это место просто совершенно каким-то невероятным. Вот, я про это могу рассказывать бесконечно, потому что я безгранично вообще люблю команду. Я была тогда вот в прошлом декабре, и то, что я увидела сейчас в июле, даже несмотря на то, что это был мини-сезон, ну это просто вау, миллионы сердечек, готовы всегда послать. Вот, и за то, чтобы продавать Fairmont, за то, чтобы его показывать, за то, чтобы приезжать, его чувствовать, смотреть, трогать своими руками и постараться там раствориться. Мы потом, кстати, еще обсудим, вы подумайте, кто на ваш взгляд, после моей презентации, кто на ваш взгляд мог бы быть именно клиентом Fairmont, как лично вы его выглядите, как лично вы его видите. Потому что часто совпадает, а часто не совпадает. Ну ладно, идем дальше. Art Studio. Значит, там можно вот сотворить, у детей проходят всякие разные занятия. Идем дальше. Тайв-центр. Здесь можно получить всякие лицензии, пати, не пати и так далее. Все это есть. И с последнего тоже, что мы купили такую прозрачную, модную лодочку инстаграммную, на которой можно кататься. Когда я приехала на остров, я была уверена абсолютно, что я, значит, смогу сделать себе эти фотографии, но не тут-то было. Значит, использовать эти лодки, они прям, ну, если не стеклянные, то, в общем, из какого-то вот такого материала. Они очень тяжелые, они очень нестабильные, поэтому используют их полный штиль, а вне сезона это было невозможно. У нас немножечко меняется. Летом течение направления Волк, и, в общем, они вот, ну, в общем, эта волна не позволила мне в этот день, когда было предусмотрено занятие всякими видами спорта, погода не позволила мне это сделать. Но все в том, что нужно ехать на двух вот этих лодках параллельно, вот, потому что если вдруг одна перевернется, люди из другой должны переворачивать. Вот, и, собственно, второй, вот этот вот, ну, инструктор, не инструктор, но он, собственно, показывает, ну, снимает вот эти самые видео для Инстаграма, и их бы там, ну, что-то не было вам необходимо. Вот, морской биолог, Смойль Диксом наш, вообще это просто отдельная любовь. Ихтиандр, бог подводного мира, в общем, терепахи его любят, обожают, люди, дети, все. Невероятный мальчик, вот, поэтому очень всем рекомендую знакомиться с ним, отправляться сначала просто на риф, на вот этот вот наш риф, который находится справа, с стороны острова, отправляться сразу с ним туда, изведывать, смотреть, понять, что же произошло на Мальдивах, вот, а потом уже попробовать погрузиться, и где он покажет вообще совершенно яркие, космические, там, всякие цвета королевого рифа. Но зато вот по этой стороне, собственно, живет наши черепахи, вот, где с ними можно встретиться, поэтому здесь тоже вам гарантированы абсолютно незабываемые ощущения. Да, давайте немножечко по расположению острова поговорим, чтобы дальше вы уже тоже понимали. Значит, вот эта правая сторона, это сторона восхода солнца, sunset, ну, sunrise, простите, написано, началось, sunrise site, по этой стороне стоят волнорезы. Да, там есть волнорезы, и они там будут стоять дальше, а прям сразу за ними начинается риф. Время от Малле отличается на час. Не, тщательно писали, я тщательно. Значит, вот это вот, вот это вот, голубой просвет, это все наш коралловый риф, который, на самом деле, длиной 9 километров. Но здесь, собственно, очень такое плавное течение, которое позволяет спокойно снорклить, вот, и даже немножко погружаться, ну, такой, фри-дайвинг, наверное, да, правильно сказать, и я просто ужасный трус, вот, плаваю только с нашим Сануэлем, практически за руку, вот, смотреть на черепах. Все. Но я обязательно должна быть на поверхности. Вот, но я всем, правда, рекомендую, кто не боится, или кто может побороть свой страх, просто сделать это, потому что это очень-очень-очень хорошо. вот, риф, да, вот, сторона санцета, захода солнца, это вот наша лагуна, наша лагуна, она такая абсолютно круглая, и площадь ее 600 гектар. когда вы подлетаете, это видно прям такое блюдечко кругленькое, и вот это вот рыбка, островок. Вот, есть у нас, конечно же, детский клуб, и в голове у нас вообще рекреэйшн центра стоит Адам. К сожалению, Оль, вот, когда вы были на острове, он был в отпуске, и не удалось с ним познакомиться. Это тоже такая душа, душа, душевная душа. Он местный мальдивец, у него его мама, то есть он в нескольких поколениях, но он говорит по-русски спокойно, он этого шутит по-русски, поэтому, в общем, у него особая связь с русскоговорящими детьми появляется, и они там переписываются после ватсапе. Дети, я помню, это как раз была семья, которая три месяца, ну, по-моему, три месяца они жили у нас на острове. И дети так плакали, когда мы уезжали, что это было невозможно. Вот, очень трогательно, много всяких историй, но при этом человек еще и, ну, прям, шутит, 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 смешно шутит по-русски, все прям, все понимает. Но я уже нахвасталась, на самом деле, про наш риф, девятикилометровый, живой, про колорариум рассказала, вот это наша чудо-коробочка, наполненная морскими звездами, наполненная кораллами и прекрасной жизнью. У нас также есть спа-центр, который тоже получил многочисленные награды. В спа-центре тоже это про девочек, кстати. Кстати, 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 осенью в октябре начнется период у нас Visiting Masters, и к нам у нас будут практики, массажа рейки и различные для таких хиллинг и Mindfulness процедуры. Вот, то есть это всякие медитации, в общем, для тех, кто хочет прокачать свой мозг, свои нейроны, проработать какие-то травмы физические, зажимы, блоки, это к нам. Я Ольге, если я не прислала еще Оль, я обязательно пришлю детальную информацию об этом. Вот, это можно предлагать клиентам, там есть стоимость процедурная, это можно будет записаться заранее, и сейчас еще действует спецпредложение скидка 30% на проживание, скидка до 30% на проживание, а также апгрейд по питанию. Вот, этим можно тоже пользоваться, если забронировать до конца сентября, как раз в октябре полететь и прокачать свой мозг и обрести какую-то опору, в общем. Мне кажется, это здорово, это здорово, что это можно сделать в Мальдивах. Вот. Собственно, да, я вас все зову, 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 куда я, куда я зову. Коучи будет два, да, он будет мастер Шайлини и коуч Аманда. Пришлю информацию. Не, нет, это не китайцы, не китайцы. Нет. Я прям пришлю, у нас есть детальные пресс-релизы, вот, очень хорошо написанные, вот, их можно прям использовать даже для постов в соцсетях, если нужно. Мы очень всегда благодарны, если нас поддерживают информацией и выкладывают ее. Вот. У нас, в общем, девчонки пишут классные пресс-релизы, которые можно совершенно спокойно использовать для своих нужд. Давайте посмотрим, где мы все будем жить, когда мы поедем на ретрит. Значит, у нас есть водные виллы, у нас есть пляжные виллы, и у нас есть вообще уникальные для Мальдив размещения, это сафари-виллы, но до них мы дойдем чуть позже, я расскажу, что там можно делать. Значит, пляжные виллы, у каждой виллы есть обязательно свой бассейн. Они выходят на сторону восхода солнца и на сторону заката. Виллы все большие, вот, самая маленькая категория, 360 квадратных метров, у каждой виллы обязательно есть свой душ под открытым небом, ванна, своя территория во дворе. Здесь мы сейчас на картинках смотрим Делакс виллу, собственно, чем она отличается от обычной бичевиллы, тем, что у нее нет вот второй комнаты. В Делаксе появляется вторая комната, как бы гостиная, но там стоит в левом углу видно диван, такта, кровать, размер ее 2 на 2 метра, поэтому туда размещают совершенно спокойно детей или это полноценное такое двуспальное место, еще одна кровать. Поэтому, если кто-то вдруг по биджету не приходит в спальную виллу, можно предлагать Делакс, либо же еще это идеальный вариант, когда детки еще маленькие, потому что тубэдрумы у нас никак не соединяются, у них спальня и гостиная, в общем, ты находишься как будто в отдельных юнитах обычных бидж-вилл. И они соединены крышей, но без стен. Я покажу дальше фотографии. Если что-то возникает, возникают вопросы по поводу вилл, вы мне скажите, я буду спрашивать, я буду отвечать параллельно, чтобы мы не потерялись. Значит, двуспальные виллы, вот, внутренние дворик, примерно вот такой будет у всех, у кого-то меньше, у кого-то больше, в зависимости от категории. Моя любимая, я не рассказала. Когда отель строили, тоже дизайнеры, в общем, все, что есть внутри, это все сделано из нейтральных материалов, и это сделано руками местных мастеров. Потому что, собственно, когда отель строили, тоже была часть проекта поддержать местное население, а второе, очень хотелось привнести аутентики в дизайн интерьера, ну, даже, например, смотреть сетку, которая висит над кроватью, это сетка, которая символизирует ловлю рыбы, ловлю тунца, например, да. Поэтому, в общем, такой очень модный сегодня бога шик русский стиль, который помогает максимально расслабиться, и если гостям нравится вот это, то есть, есть люди, которые любят очень современные интерьеры, есть те, кто любит колониальные стили, а это вот именно такой бога-боха, и это нужно любить и понимать. Поэтому, озвучивая клиентам слово бога, вы можете получить от них отклик, понравится это им уже однозначно или нет. Двуспальные виллы, здесь уже смотрится такой побольше бассейн, и два юнита вот под одной крышей, гостиная и соединенные спалины. У нас очень мало кроватей твин, вот это важно, по-моему, буквально в одной вилле, что ли, вот в трехспальной, в одной спальне вот эти три на кровати. То есть с этим вот, ну, ставят дополнительные там, в зависимости от категории. Это нужно будет все уточнять при бронировании. Будем смотреть, как это размещать. Внизу правый правый и нижний угол, здесь вот как бы та самая гостиная, которая соединяет вот эти юниты там в двуспальных и трехспальных виллах. То есть вот так это выглядит. Но все равно это очень красиво, опять же, там есть такие вот, даже видно здесь деревянные серфы, все такое аутентичное, куча всякой подсветки, очень атмосферные, поэтому вечером тоже все красиво, невероятно. По всему острову тоже развешенные фонарики, мелкие пальмы объединены этими фонариками. Прямо это правда космос. Вот. Для больших компаний, кто... Да, велосипеды у нас есть, они бесплатные. Знаете, раньше было так, они стояли около бара, около бара, в общем, около бассейна, и все их брали. Но потом некоторые туристы очень ревностно относятся к тому, что их велосипед уже угнали. В общем, сейчас эти велосипеды стали выдавать, да, под виллу, то есть, можно сказать, батлеру он нам пригонит велосипед, да, можно сказать, батлеру он пригонит велосипед. Или несколько, если нужно несколько. Что касается вилл, вот этой конфигурации, как я хотела рассказать, есть приезжает большая-большая-большая-большая толпа, ну, например, 21 человек. Вот мы такую толпу можем разместить вот в... Они, эти виллы находятся немножко отдельно от всех. Это трехспальная, двуспальная, двуспальная, трехспальная. Да, вот так. И можно в них заселяться. Там тоже очень симпатичная территория, огромный, огромный пляж, батлер закреплен, да, за каждой виллой. Ну, честно, я чуть не знаю, сколько они вилл обслуживают каждый, но вообще у каждой виллы есть табарка. Так, отвлекли меня про пляж, я рассказывала. В общем, здесь классный пляж. Что касается кораллов, ракушек и прочего, осенью, буквально в октябре, очень активно начнут засыпать пляж. У нас, в общем, загоняют огромную машину, не знаю, как она правильно называется, танкер какой-то, который будет выкачивать из-за центра лагуны вот этот песочек и все это будет распределяться равномерно по всему острову. у нас будет супер-купер крутой пляж. У нас есть еще милейшая, крутейшая машинка, которая будет ездить, это чистить, потом равнять. Вот, поэтому все будет отлично с пляжами и вот здесь будет такое самое славное местечко, где просто в том распоряжении огромнейший кусок пляжа. Поэтому рекомендую. Водные виллы. По пляжным виллам в принципе если нет вопросов, то давайте пойдем на водные виллы. Водные виллы. Первое. Первое, что меня спрашивают всегда, а как заход в воду? Отличный заход в воду, очень комфортный, животом не скребешь. Там, где у нас находятся водные виллы, вообще не ощущается прилива отлива. Ну, как-то нет такого. То есть, если у кого-то там лысеет, оголяются куски, не знаю, риф, там, чего-то нет, у нас такого нет, и там всегда очень симпатичное место. И вообще водные виллы, это такая гордость, и в фейер-монте на водных виллах пожить нужно. Выходят они тоже на две стороны, восход и закат. На восход у нас выходит Water Sunrise виллы уиспул, это самая маленькая категория вилл. То, что уже побольше, это Grand Water виллы, они все смотрят на сторону заката, на лагуну. Ну, и двухспальная Sunrise Sunset тоже у нас есть, восход, закат, и трехспальная вилла, и трехспальная вилла тоже на Sunset тоже на закат. Они очень-очень просторные, красивые, тоже все это в бохошек стиле, ну, и вообще отдельная любовь, это панна медная. Там еще стоит невероятная красота, здесь просто нет фотографии этой космической совершенно ширмы с синим зеркалом в душе. Спать достаточно комфортно там, нет, вот, не жаловались, все, кто жил, не жаловались, нравится. Так, что-что-что-что-что-что-что я говорила, про ванну комнату я говорила, в общем, любая женщина, девушка должна обязательно совершить фотосессию в ванне с цветами, с пеной, с бокалом шампанского. Кстати, про шампанское. С некоторых пор таким signature дринком нашего острова стало шампанское Давыклико. Поэтому у нас даже будет поп-ап бар Давыклико тоже в ближайшее время около бассейна. В водных пилах размещают, но там под свою ответственность. Ну, знаете, сейчас я расскажу, почему можно даже если малявки все равно совсем моллюсков, да, не оставляют одни. Ну, по крайней мере, тоже никогда нету. Ну, в общем, короче, на водных вилах, которые выходят на сторону Sunset, который Grand Water вилы, у них есть доки, которые отсыпаны песком. То есть, там, в принципе, можно с моллюском даже посидеть, поиграть в песочек, пересыпать его туда-сюда. У нас нет каких-то прям сильных ограничений. Ну, а дальше просто, мне кажется, самое-то 3-4 года я бы, наверное, не поселилась на водную вилу, потому что там нет высоких ограждений. Вот, именно в этом плане. Вот, и так они селят. Вот, собственно, я рассказала, то есть, вот эти доки песка, если нужно заземлиться, то со стороны восхода Солнца можно заземляться вот на своем мини-пляже. А со стороны восхода получается, что у нас расположены будут на каждой вилле гамаки. Тоже красивые фотографии можно делать с подушками, с одеялами. В общем, того, что гораздо. Очень фотогеничный инстаграмный отель. Молодым таким арт, как мне кажется, вот мы уже начинаем разговор. Кому предлагать? Молодые, молодые, кого? к молодым я отношу всех до 55, дальше у нас уже начинается средний возраст, поэтому все молодым до 55 или людям творческих профессий, то есть даже можно старше, пары, пары, одиночка, наверное, там нечего делать, но все равно, пожалуйста, если релакс какой-то, терапия, то пожалуйста. В общем, пока пары, пары и семейные, с детьми и без детей возрастом до 50 лет прекрасно, если они будут каких-то творческих профессий. Влеченные виты. да, может быть, может быть, может быть. Вот, так вот, водные вилы, значит, идем дальше. Вот они, Grand Water вилы, здесь вот как раз видно вот эти доки, отсыпанные песком, такую каску мне в руки, вот они, вот тут, вот тут, то есть по ним даже можно походить, можно куличики сделать с ребенком. Вот, здесь отдельно хочется вообще подметить. Телевизор убран, спрятан в тумбу, вот эту вот самую, и можно вообще его даже не доставать и не видеть этот телевизор, я считаю, что это великолепно, и он суперполезно в наше время, чтобы его просто даже на лозах не было, и он не включался, что это личная деталь интерьера. Ну, и все тоже прекрасная ванна. Очень просторная все равно у всех, у каждой вилы очень просторная территория на улице, будь то водная или пляжная вилла. Фермонт, Мальдива, это история про пространство, причем очень красивое пространство. Вот, это еще двухспальные, двуспальные тоже, как и пляжные, они собраны вот из этих нескольких юнитов. Тоже двуспальный сенсет. Так, трехспальные тоже виллы. У нас есть обзоры 360 на каждую виллу, тоже могу поделиться линками с удовольствием, можно посмотреть, как там все устроено внутри. Очень удобно, и можно это отправлять также клиентам. В общем, в водных виллах очень комфортный заход в воду, никто ничем не скребет, животами, я имею ввиду, по кораллам. Вот, поэтому на выбор клиента можно миксовать пляжные и водные, тоже очень круто, можно еще смиксовать это все вот такими сафари-виллами в джунглях. Почему в джунглях? Потому что у нас есть свои собственные джунгли в центре острова. Вот, потому я уже говорила, что остров супер-зеленый. Таких вилл всего пять, но две из них мы соберем и унесем на пляж. А три виллы останутся вот таким вот бали мексиканским тулум вайпс. В общем, там можно делать очень крутые вечеринки, барбекю, можно устроить романтический просмотр кино под звездами и они очень-очень-очень атмосферные и в общем это нереально круто провести пару ночей вот со своей второй половиной в такой атмосфере. Можно даже устроить свадьбу в бога стиле. Вот, прям очень круто. Значит, у каждой виллы есть своя просторная терраса, бассейн, обязательно душ под открытым небом, своя большая территория, сад. Каждая вилла вот такая тентет, она кондиционируемая, вот, поэтому там даже не будет жарко, ну, и у нас очень хорошо вырабатывают от всяких москитов и прочего, ну, по крайней мере, вот летом великолепно была решена эта проблема. Меня, которые съедают, всегда меня не укусил ни один комаренок. Вы знаете, в этой вилле, скажем, там есть спальня, там есть зона гостиной, есть еще зона, где можно там поставить дополнительные кровати, но все-таки это такая палатка, она не перегорожена вот дверками, но она большая, то есть туда еще пару доп. кроватей можно совершенно спокойно поставить. вот. Поэтому пишите, так, максимальное размещение, слушайте, 2 плюс 2, то ли 2 плюс 2, то ли 2 плюс 3, что-то такое. Так, идем дальше. Про рестораны и бары. все приехавшие, в их распоряжении получается всего 3 ресторана, плюс сейчас мы немножко пересмотрели концепцию ону-ону-бара, и он больше из такого бара с напитками переквалифицировался в ресторан, где в течение дня можно перекусить после заплыва в океане или бассейн. Значит, но начнем мы с Raka Market, это на самом деле главный ресторан, Shoes of ресторан, я его называю, на пляже. Здесь проходят завтраки, обеды, ужины по системе шведский стол. То есть там разные станции, салатные, выбор большой всего везде, проходит каждый вечер тематика ужина меняется, это может быть там то индийская кухня, то азиатская кухня, еще какая-то всякая, в общем, каждый день что-то новое, плюс есть обязательно какой-то стандартный набор, чем накормить детей, какие-то супы, пицца, макароны, не знаю, ну прям вот для тех, кто не любит детей экспериментировать. Есть всегда что-то прям такое традиционное, спайси, интересное, много относящиеся к кухне, ну и еще раз, пожалуйста, не забывайте сказать, просто вот эти фразы, ой, нам нечего было есть, у нас совершенно потрясающие ребята официанты, всегда есть русскоговорящий стафф где-то поблизости, можно пригласить, и если нужно приготовить что-то отдельное, пожалуй, поговорить и сообщать, об этом это очень важно, и наши шеф-повара это прекрасные два молодых человека, они обязательно приготовят все, что будет необходимо, более того, для русских клиентов, там, да, если вдруг кому-то захотелось окрошки, как мне, или захотелось сырников, или дети хотят примерно есть манную кашу, или что-то в этом духе, в общем, скажите об этом клиентам, клиенты будут more than welcome, и для них будут рады приготовить все, что они захотят. Ката, это наш японский ресторан, азиатский, здесь царит рыба, во главе у нас японец арт, классный дядечка, шеф-повар, который проводит еще и мастер-класс по приготовлению роллов сашими, все это очень забавно, рассказывает про ножи, и, в общем, можно самому накрутить себе страшненьких роллов, конечно, они не получают такие красивые, и мы как раз думали, что сейчас мы будем есть то, что себе приготовили, в итоге нам вынесли просто невероятной красоты какие-то тарелки, свежайшие, свежайшие рыбы, с всякими крабами и прочим, и прочим, в общем, кормят вкусно, это такая современная паназиатская кухня, здесь здесь тоже есть блюда, которые входят в меню фулборд, но, пожалуйста, говорите клиентам, нужно выйти за рамки вот этого меню фулборда, вот тогда можно попробовать все вот эти свежайшие рыбы, потому что все-таки в меню, которое фулборд, там больше ну, скажем, боллы, какие-то рис там еще с креветками, еще с чем-то, салаты, но вот самый такой сок, скажем, он аутов вот этой части меню. Наша звездочка гастрономический ресторан Азуре, шеф-повар это в ресторане прекрасная дама из Уругвая просто невероятная. Здесь свежайшие рыбы, морепродукты в различном исполнении и тут у нас уже мы подаем это все в паринге с правильно подобранными винами. Вообще вы, наверное, ну, я сказала, там в табаклику плюс у нас наш джем, он большой ценитель вина, поэтому как-то постепенно тоже коллекция вина этих меняется, в чем появляются очень интересные интересные единицы, которые мы вот рекомендуем попробовать вместе с нашим прекрасным ужином во время окончания идеального дня на Мальдивах. Ну, вот как-то так. Очень красивая подсветка, ресторан, он тоже очень атмосферный, там огромный, стоит аквариум с вот этими синими лобстерами, трабами, омарами, со всякими штуками, вот, очень, 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 очень красиво. Тоже Ону-Ону-Бар, такое живое любимейшее место, я уже сказала, когда в самом начале говорила, что его переделали под такое место, где еще можно перекусить в течение всего дня, то есть не только пить коктейли и соки, и воду. Ну, в общем, все, что душой будет угодно. Но теперь там можно будет и перекусить. Очень интересное меню. Сейчас его зарабатывают наши два шеф-повара. И к сезону будет что-то интересное. Дальше здесь будет происходить тоже все время играет диджей, можно потусоваться. И если, ну, не хочется какого-то одиночества на вилле. Потому что когда ты на вилле, то у тебя очень тихо и спокойно. Так, типа питания возможны разные-разные-разные. Запрашивайте у ПАК собственно всю эту информацию. Либо же я могу, Оля, у меня где-то было это отложено. У нас есть все, начиная от bed and breakfast заканчивая all-inclusive с включенным алкоголем. Но там нужно смотреть по ценам. Сейчас мы из холлборда делаем апгрейд до флборда. При флборде и all-inclusive, да, можно есть в любом ресторане. Просто выбирают сообщить нужным барперу, где хотят поужинать сегодня вечером и во сколько, чтобы он забронировал и подготовил баги к этому времени. Ограничивано лишь будет именно вот это меню внутри. Так, романтические ужины. Тоже, в принципе, уже все обсудили. Что, что, что. Можем мы делать все это и на пляже, и у нас есть разные локации с видом на закат, с видом на рассвет, на все кто угодно, романтические кино под звездами, барбекю вечеринки. Если есть запрос, пожалуйста, вы пишите, пишите коллегам из ПАКа, пишите мне, мы что-нибудь придумаем с этим, как это красиво все оформить. Тоже про детский клуб, я вам уже рассказала, про нашу великолепного Адама, очень насыщенная, насыщенная программа у детей, всегда есть чем заняться, помимо стандартного набора детского клуба порисовать, полепить и так далее. А, вот здесь левая картиночка в самом низу, там вот под крышей у нас находится батут, можно прыгать, еще есть горка, как они из крыш съезжают. Теннисная площадка, футбольное поле, фитнес-центр, Ла Миса, инструктор по йоге, вообще она преподает аэро-йогу и утренние занятия, в общем, чудо из чудес, очень хорошие девочки работают в спаце, переделают великолепный массаж, разминают, но ура, дальше больше, дальше интереснее, потому что вот в октябре начнется вся эта история с шайлини, массажами, тета-хиллингом и прочим, вот, поэтому ждем, предвкушаем, теннисный корт тоже уже сказала, можно поиграть с нашим джейф-поваром в теннис, учененный. приятный мужчина. Так, спа-центр, работаем мы на косметике Керстен Флориан, шведский авианическая косметика и австралийская юридическая марка Саттел Энерджис. Королариум, экскурсия туда, вот, абсолютно бесплатная для всех гостей отеля, поэтому снаряжаемся, запрашиваем, просим, ну, или берем в дайвинг-центре ласты, маски, жилетики, просим сопроводить нас туда и показать, рассказать, что, кто, зачем, почему, где, кто живет, какая рыбка, в общем, для чего она туда трактула и так далее. Очень, на самом деле, это интересно и прежде, чем погрузиться, наверное, в подводный мир, то это стоит делать. Мы умнички, вообще, одна, ну, тоже, одна из наших таких важнейших поинтов для нас это защита окружающей среды, ну, хотя, ну, очень хотелось, чтобы это было именно так, и мы стремимся становиться все лучше и лучше, все у нас там будет скоро откроется завод, ну, не завод, а в общем, фабрика переработки мусора, бумажные трубочки, у нас своя вода, которая проходит очистку, связанная часть чистим риф, у нас есть всякие манты, клининг, слышно, мы стараемся любить нашу природу, любить природу вокруг нас, беречь это и заботиться. все немоторные виды спорта у нас бесплатные, все моторные платные, единственное, что вот эти вот лодочки прозрачные, прозрачные лодочки, они тоже дополнены платно, потому что там еще один человек должен ехать и снимать, вас спасать, если вдруг кто-то перевернулся, очень нестабильное. йога по утрам на рассвете бесплатно для всех, подростковый детский клуб, посмотрите еще раз просто на лагуну, на нашу, 9 километров домашнего рифа, манты клининг стейшн, сейчас в октябре тоже начинается сезон манты, у нас прямо тоже по правой стороне острова, где там черепашки, снорклинг, давим, там у нас манты фидинг стейшн, у нас их кормят там, поэтому все к нам, все к нам, как можно быстрее, у нас есть много чего интересного, в общем, все найдут себе занятия по душе, и спокойный, не знаю, спокойный человек, кому хочется потусоваться и повеселиться, кто захочет быть поближе к природе, помедитировать, кто захочет, не знаю, побороть свои страхи, вернусь глубоко, мне кажется, что можно все, наша команда готова, мы тоже все готовы встретить ваших клиентов, поэтому вперед, бронируем фермонт, пока не кончились скидки 30%, вот до 30 сентября пока еще будет это действовать, дальше цены, конечно, вырастут и будут уже другими. на всякий случай мои контакты на этом слайде, скриншот сделайте, мне можно писать, что-то спрашивать, вот, Ольга тоже была в нашем отеле, мы тоже можем всегда ответить на вопросы, но если что, пишите, звоните, я всегда на связи и всегда к вашим услугам. вот так, и знаете что, давайте-ка мы перед тем, я еще вот у нас есть вот такая карта с категориями номеров, с названиями всего, я тоже попрошу ее поделиться, если будет такая возможность, ну и давайте закончим закончим мою презентацию сегодня на чудесном видео, которое покажет, как можно провести день в Хэрмонте, вот, и а вы пока подумайте еще заодно над своими вопросами, если они у вас остались, и пока идет видео, вы сможете мне их написать. Вот, спасибо всем большое за внимание. субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 По приезду в отель ПЦР не делают, делают его только, если необходимо, дополнительно для переезда в другой отель, стоимость его 150 долларов. Так, ну что? Спасибо. 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 Всем спасибо большое. Я была очень рада провести сегодняшнее утро с вами. Хорошего всем дня, хороших продаж, отличного сезона, пусть все получится. Ну а мы здесь спак-групп остаемся рядом, чтобы вас поддержать и помочь. Всем хорошего дня. Спасибо.